Марш Памяти Немцова Этот эпизод вызвал бурную дискуссию в СМИ и соцсетях, а также бурное осуждение со стороны либеральной общественности. А вот патриотическая часть аудитории разделилась во мнениях по поводу того, можно ли обливать несистемных оппозиционеров «зеленкой». Ну и вообще, где проходят границы допустимого политического активизма. Скажу сразу, лично я против того, чтобы политические активисты обливали кого-то «зеленкой», даже если этот кто-то этим активистам уж очень сильно не нравится. На это есть несколько причин. Причина первая. Юноша, который облил Касьянова «зеленкой», на самом деле оказал самому Касьянову большую услугу. Если бы этого инцидента не произошло, то главной темой вокруг марша памяти Немцова стал бы факт его малочисленности. И именно на этом были бы сконцентрированы все СМИ и обсуждения в соцсетях. Можно было бы вдоволь потоптаться на теме того, что уже сами сторонники несистемной оппозиции не доверяют ее лидерам, не хотят ходить на их марши и вообще не хотят выступать в качестве массовки для Касьянова или Яшина. Такое освещение темы очень сильно деморализует потенциальных участников будущих акций и реально работает на то, чтобы минимизировать риск повторения болотной. Это один из элементов информационной войны. А теперь получается, что Касьянов и «зеленка» заслонили все это, а еще Касьянов укрепил свой орел мученика, и легко возбудимые сторонники несистемной оппозиции теперь точно знают, что на маршах в Москве весело, интересно и есть движуха. Вот замечательный эффект получился у якобы патриотической акции. Правильно говорят, что нет противника страшнее, чем союзник-идиот. Причина вторая. Достаем карту и смотрим на нее внимательно. Москва — это Россия. Россия — это не Украина. Нам не нужно, чтобы Россия превращалась в Украину. Нам нужна нормальная, цивилизованная политическая жизнь, а не взаимное обливание зеленкой. Политическая борьба — это хорошо, и в ней есть место политическому активизму. Но этот активизм должен быть в рамках закона и приносить пользу. Сходил на выборы — молодец. Сходил на санкционированный митинг — отлично. Заснял, как американские дипломаты в ресторане, то есть в публичном месте, тусуются с оппозиционерами в Костроме — замечательно. А зеленка? Зачем? Одним из признаков нормального государства является монополия на насилие. А от хулиганства в виде метания зеленки и до массовых беспорядков не так далеко, как некоторым кажется. На Украине правосеки тоже любят прикрывать свои акции патриотизмом. Патриотизм — это не индульгенция для хулиганства. Причина третья. Не умеешь — не берись. Многим почему-то кажется, что работа в политике или в сфере информационных войн — это легко и просто. Достаточно иметь диван, компьютер, горячее сердце и несколько правильных лозунгов. Это не так. И ошибки в этой сфере очень дорого обходятся. Приведу конкретный пример. Недавно Навальный отправился в Екатеринбург, чтобы открыть филиал своего регионального штаба для его мифической президентской кампании. Это событие проигнорировали бы практически все СМИ, а сам Навальный получил бы от него разве что немного пожертвований и пару десятков лайков от преданных сторонников. Все. Но тут на сцену вышел активист Илья Белоус, который устроил пикетирование этого так называемого штаба, что очень понравилось журналистам и привлекло внимание СМИ. Сам этот факт с точки зрения патриота – это уже плохо, так как вместо клоунады у Навального получился настоящий инфоповод. Но Белоусу этого оказалось мало, и он вступил с Навальным в публичную полемику под телекамеры. А Навальный его просто раскатал в пыль. И вот уже в соцсетях и СМИ бегает видео о так называемых первых президентских дебатах Навального, которые он якобы ярко выиграл и даже переубедил каких-то упорных патриотов. Это какой-то позор, если честно. Так и хочется спросить, что это было – глупость или предательство? Но, зная лично Илью, надеюсь, что все же это было не предательство. Нам нужно избавляться от имиджа патриота, как человека, который вечно что-то пикетирует, кидается в кого-то зеленкой или выполняет роль массовки для несистемных оппозиционеров, которые просто счастливы от такого содействия. Патриот – это не тот, кто с зеленкой, а тот, кто скамейку перед домом починил, тот, кто делает для страны что-то полезное, и тот, кто может ярко, ясно и аргументированно отстоять свою позицию в споре с любым оголтелым западником или русофобом. Очень часто аудиторию раздражает присутствие в политическом поле и в медийном пространстве откровенно русофобских персонажей. Казалось бы, что проще – запретить и не пускать, тем более, что каждому нормальному человеку хочется принять какие-то меры, когда он слышит, например, предложение российского телеэксперта Александра Сытина в украинских СМИ о том, что нужно развивать во всем мире русофобию, и что Россию нужно сделать нерукопожатной на международной арене. Так вот, единственная правильная мера заключается не в том, чтобы что-то запретить или заткнуть кому-то рот. Советский Союз пошел по этому пути, и это очень плохо закончилось. До тех пор, пока не нарушается закон, рот никому затыкать не нужно. Нужно четко, аргументированно, красиво и последовательно побеждать этих людей в полемике. Потому что только так у общества будет здоровый иммунитет ко всякой политической дряни. Если идти по простому, но неправильному пути использования глушилок и зеленки, мы будем смотреться так же смешно и беспомощно, как смотрелась когда-то советская пропаганда в позднем СССР. И так же смешно и беспомощно, как смотрится западная пропаганда сейчас, когда пытается заткнуть арти или спутник. Нам нужен просвещенный, умный и последовательный патриотизм. Лучший друг патриота – это книга, а не зеленка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова